Интерактивный музей «Живые системы» открылся в Нижегородском государственном выставочном комплексе. Посетители могут узнать, из чего же состоит человеческое тело. При этом все можно трогать руками, передвигать с места на место и даже нюхать. Здесь, можно сказать, пять залов. В каждом зале мы узнаем с вами о различных наших чувствах, о различных наших подсистемах организма. Это, например, сенсорика, это, например, обоняние, осязание, вкус, органы равновесия. О каждом из этих чувств мы можем узнать более подробно и провести ряд опытов над этими чувствами. Постепенно осматривая залы, посетитель узнает обо всех органах и частях тела человека, начиная с рецепторов на языке и заканчивая вестибулярным аппаратом. На данном экспонате вы можете присесть, как я, крутить педали и увидите, как на заднем фоне мой скелет в это же самое время, как я кручу педали, так же крутит педали. Мы можем увидеть, как двигаются наши колени, как работают коленные суставы, в частности. Отличительная черта музея в том, что объектом исследования становится сам посетитель. И для опытов не потребуются профессионалы, все интуитивно понятно. С помощью этого экспоната можно узнать, сколько литров воды содержится в теле человека. Традиционно в эмбрионе более 90% воды, в младенце более 80%, в ребенке 70%, во взрослом 60-64%. Я подхожу под эту категорию. Все, что нужно сделать, просто встать на соседнюю платформу. То есть получается, что с возрастом в теле человека воды становится все меньше и меньше. И когда мы будем пожилыми людьми, в нас будет 50% воды. А сейчас во мне находится 25 литров воды. Только в Москве музей человека «Живые системы» посетило более полутора миллионов человек. Нижегородцы же смогут сходить на выставку до 16 апреля включительно. Субтитры создавал DimaTorzok